И снова здравствуйте! Каждую среду НТВ о забытых героях и кумирах прошлого. Только любимое, доброе, вечное. Каждый, кто учился в советской школе, помнит, как завязывать пионерский гастук. Надо же забыл. Но пионерские песни, конечно, не забудешь. Хотя они не были хитами. Хиты писали люди, далекие от идеологии. Когда Раймонд Паулс создал ансамбль «Кукушечка» и написал «Бабушка рядышком с дедушкой», песню подхватила вся стона. Хотя мало кто догадывался, основе мелодии запрещенный джаз. Прошли годы, но поющие дети так и не стали звездами. А сам маэстро забросил музыку и живет затворником. Юлия Шаповаленко по всей Прибалтике искала солистов знаменитой «Кукушечки» и устроила им 25 лет спустя встречу с самим Паулсом. Они стали звездами еще в детском саду, как только научились говорить, а точнее петь. Бабушка рядышком с дедушкой. Солисты – мальчик Гуннар и девочка Гунна. Им было по 4 года, а вот пели они про золотую свадьбу. Это когда 50 лет вместе. Бабушки и дедушки всего Союза умилялись, слушая хор малышей из Прибалтики. Но только теперь стало известно, дети из ансамбля «Кукушечка» не понимали слов. Они просто заучивали русский текст наизусть. Только первые две слова – бабушка с дедушкой. Ну, вообще, и праздник тоже, да. Я рыдал, когда надо было выучать этот текст. Создатель группы и автор музыки Раймонд Паулс внес в детский хит полузапрещенные джазовые мотивы. Но главный секрет песенки был другой. Как потом оказалось, на эту мелодию есть еще один текст. Не совсем приличный. Вот так и получилось. Песня с двойным дном. Вроде бы и не антисоветская, но какая-то не такая. Прибалтийская. Люди любят его музыку. Любят его, потому что он гений. Пройдет время, и окажется, что маэстро больше не сможет писать хиты. А для детей из кукушечки эта песня окажется лебединой. В начале 80-х он был первым композитором страны. Писал для Аллы Пугачевой. Миллионы, миллионы, миллионы Аллых роз. Валерия Леонтьева. Почему, 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 он петафор зеленый. Лайм и Вайкули. Ах верни, Саша, ах верни, Саша. Но неожиданно для всех Раймонд Паулс, которого уже тогда звали просто маэстро, бросил все дела и сел на поезд Москва-Рига. Так в его жизни появилось сразу 12 детей. Праздник, праздник, празднуем семьей. Праздник, праздник, свадьбы золотой. Солистов, девочку Гунну и мальчика Гуннера он выбрал из сотни малышей. Они отвечались от других только тем, что выговаривали больше букв. Правда, русского они все равно не знали. В то время это были просто дети, ну, дети с такими-то довольно странными видами. К солистам добавили еще детский хор. И получился ансамбль «Дзагузите» по-русски «Кукушечка». Музыку написал сам Паулс, текст песни про бабушку с дедушкой, поэт Илья Резник за 20 минут на спор. Первый был такой коллектив, первый опыт. Очень трогательный, и они очень трогательно относились. Ну, на рае мы домолились, мы не улыбались. Столько лет, столько лет лет лет. Бабушка, реально. Да, нет, после Паулса лучше никому не садиться к роялю, потому что он потрясающе играет. Но оказывается, запоминающуюся джазовую мелодию Паулс сочинил годом раньше. И только в Риге знали. У любимой детской песенки есть еще одна версия. Мелодия та же, но вот слова другие, неприличные. В ней поется про волка, который каждый день ухаживает за новой овечкой. Но однажды любвеобильный хищник все-таки доигрался. Какая-то овца его коварно бросила. Певец Жорж Сиксну этой несоветской песней уже 25 лет открывает и закрывает каждый свой концерт. А на латвийском радио бесконечно крутят оба варианта. Взрослый и детский. Да, это очень популярная песня. И сейчас я буду играть в эфире. Резник и Паулс поняли сразу. Песня про бабушку с дедушкой это хит. И исполнять его должны только дети. Маэстро установил в маленьком коллективе железную дисциплину, чтобы никаких звездных болезней. Меня они больше пугали. Вот Паулс придет, тогда вот будет неприятность. Я уже роль, роль у меня была такого милиционера. В кабинете Раймонда Паулса уже много лет хранятся старые газетные вырезки. Тогда о юных музыкантах писали на первых полосах. Бабушка с дедушкой была очень задушевной. И так не похожа на задорные пионерские песни. Что он там написал, там эти два аккорда. Ну давай, давай, попробуй, как это есть, написать мелодию, которую потом запели. За несколько лет Кукушечка облетела с гастролями все крупные города Союза. Они быстро стали знаменитыми. С кукушатами не стеснялась выступать и Лайму Вайкуле. И тогда еще было непонятно, на кого больше шел зритель. Катыш, красу, леска, форс, танки, да, ты, ты, кайок. Из Кукушечки солист Гуннер ушел в 11 лет петь другие песни. На сегодняшний день это церковная музыка. Сегодня ему 27. И главное в его жизни свой женский хор при церкви. Хова, что это такое? Потому что я чувствую, что что-то в этом есть. Он уже много лет сам сочиняет и сам исполняет и джаз, и рок, и церковную музыку. Но зрители его помнят, как глазастого мальчишку, который поет только любимое, доброе и вечное. Бабушке, мне будет 150 лет, я им вечно буду маленький кукушонок. Гунна ушла из ансамбля в 16, когда перестала быть ребенком. В конце 80-х выросло уже новое поколение кукушат. И сегодня бывшая солистка считает, что в жизни ей крупно повезло. Ее взяли в оркестр, играть на флейте. Теперь Гунна каждый вечер сидит под сценой. Почему я не играю в соло? Ну, как-то, не знаю, не хочу, наверное. Мне лучше так. У группы Кукушечка было много песен, но только один всесоюзный хит и один учитель. Сегодня маэстро Пауз уже отошел от музыкальных дел и больше времени проводит в парламенте, чем за роялем. Чтобы я еще не написал или не делал, мне говорят, а вот то, что было в 80-е годы, это лучше. Ну, тогда лучше не писать. Недавно Раймонду Паузу исполнилось 73. В последние годы свой день рождения он отмечает не на работе, то есть на сцене среди друзей-коллег, а дома. Все уже гастролями покончено давно. Сейчас это уже все. Надо теплую одежду, ревматизм, болезнь. Теперь в России он редкий гость. О том, как живут в Москве, маэстро узнает только по телевизору. Ну, вижу своих старых друзей, вижу, хотя в основном на экране сейчас видно кого? Галкина, Баскова и Пугачева. Вот это. Они в основном на всех программах, разных вариантах. Ну, хорошие артисты, пусть выступают. День звездного пенсионера Пауза расписан по минутам. Утром он депутат, потом воспитатель уже пятого состава кукушечки, вечером светский лев. И так каждый день. И вроде жизнь налажена, но Пауз почти не улыбается. Даже на встрече со старыми знакомыми. Что было, то было. Бабушка рядышем с дедушкой С гонором и гоной он эту песню больше не споет. Время уже не повернуть назад, да и дороги их давно разошлись. И поводом для этой встречи стала лишь съемка в нашей программе. Другие дела, другие дети. Маэстро выделил им только час. Быстро попрощался и ушел. Если он говорит, что маэстро Раймонд Паузом будет, я хоть до края света пойду. В соседней комнате Раймонд Пауз сразу сел за рояль и снова попробовал сочинить новую мелодию. Но вдохновение почему-то так и не пришло. Ну а что делать, ну что, если нет? Ну нет. Но для этих ребят он все равно все тот же маэстро.